Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на февраль месяц. Что вас ожидает? И первая карта для вас, карта Десятка мечей. Уже в начале февраля у вас будет, знаете, как разбитое состояние, разочарование. Знаете, может быть такое предательство от человека, которого вы не ожидали. Здесь у вас даже может быть как предупреждение, обращайте даже на данный момент, кто с вами рядом. Чтобы у вас не было уже, знаете, вот даже в начале уже в феврале вы уже входите в такое состояние. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Это карта Волшебника. Карта Волшебника показывает, даже если у вас происходит вот это разбитое состояние, у вас есть возможность уйти от такой состояния. Самое главное, чтобы вы понимали, что вы хотите. Самое главное, чтобы вы понимали, даже если больно, даже если тяжело, вы должны уходить из такой состояния. Почему? Потому что здесь вы очень человек, знаете, человек, когда, ну, знает то, что он хочет уже в его жизни. Да, он, если это касается в работе, не нужно разочароваться, то, что вы можете потеряли вот старую работу, и вы входите уже еще в февраль месяц в такое состояние. Здесь не нужно сделать это, потому что здесь есть какие-то вот шансы, какие-то новые возможности, чтобы вы начали что-то новое. Потому что вы мастер, вы человек, когда, знаете, у вас есть талант, да. Не важно, чем вы занимаете, но у вас руки золотые, да, вы занимаетесь, да, вот если, может, это касается какой-то обучения, какое-то учение кого-то. Вы талант, у вас есть вот это, вот, знаете, как может быть даже общительность, когда вы можете найти общий язык с человеком. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Это карта десятка кубков. Знаете, всегда после дождя выходит радуга. Вот из-за этого состояния, которое вы находите, вы можете не видеть какие-то перемены в вашей жизни, что в вашей жизни становится намного лучше, да. Вы все-таки еще не можете отпускать это разочарование. Самое главное старайте это отпускать. Самое главное уходите от такой состояния. Потому что всегда, как говорю, после дождя всегда выходит солнце, да, выходит эта радуга. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это колесо фортуны. Фортуна уже на середине месяца на вашей стороне. Фортуна дает вам новые возможности по поводу работы, заработать, новый какой-то, найти новые работы. Если это касается отношений, здесь фортуна вам дает возможность найти какие-то чувства, которые вы сможете выйти из этой состояния. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Что вам высшие силы советуют? Карта мира. Разрушить себя или сохранить все зависит будет от вас. Я так скажу, даже если это что происходило в вашей жизни перемены, не нужно разочароваться. Всегда какие-то перемены, какие-то уроки в нашей жизни даются для того, чтобы мы более стали, знаете, как карта магов, карта вашей боли, знаете, более, чтобы мы стали уверены в себя, более, чтобы мы любили себя такими, как есть. Здесь нужно просто, знаете, сохранять себя, да, стараться не разочароваться дальше в людях, которые вот появятся в вашей жизни, да. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это десятка пентаклей. Десятка пентаклей для одиночек. Я хочу сказать, что здесь может быть, что появление таких отношений, да, здесь может быть то, что они появятся у вас, может быть, это будет на расстоянии, пока первое время для вас не будет то, чтобы вы были вместе. Но то, что вот эти отношения в будущем могут быть как семья, как стабильные, это однозначно. Для тех, которые находятся в отношениях, может быть то, что вы постарайтесь попробовать ещё раз сохранить те отношения, когда даже, может быть, разочаровать человек, вы не ожидали человек, что, может быть, что-то сделает больно в вашей жизни, да. Вы более постарайтесь сохранить вот эти отношения. Хотя здесь, может быть, судьба сама даёт вам этот шанс, чтобы вы сохранили эти отношения, чтобы вы не ушли от этих отношений. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это Король Мечей. Король Мечей показывает вашу хладнокровность. Если вы понимаете, что есть такие отношения, в которых уже нет ничего, там просто пустые надежды, что вы можете еще быть счастливы, там только разочарования, ссоры, конфликты, вам нужно будет просто уйти от таких отношений. Просто правильно поставить себе какой-то цели, то, что вы хотите. Вот этих отношений. Для тех, которые, знаете, мужчины, я хочу сказать, здесь нужно более, чтобы вы обращали внимание в вашей семье, более вот в тех отношений, которые у вас есть, стабильные. Но то, что вам нужно будет уже в конце месяца расчищать ваш путь, понимать, с кем вы хотите быть рядом, в каких отношениях, с кем общаться, с кем не общаться, вы сами это уже в конец должны будете делать. Не эмоционально, а просто более на ментальном уровне, понимать, что вы хотите видеть рядом с собой. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это карта Шута. Карта Шута показывает обнуление, обновление вашей жизни. Ваша жизнь идёт под конец месяца, знаете, как с чистого листа. Может здесь, да, не уверенно, может здесь, знаете, полегкомысленно идёт то, что у вас происходит. Но то, что идёт в новое, это однозначно. Здесь просто нужно понимать то, что вы хотите. Здесь даже помогу, вот всё в ваших руках. Вы сами это можете делать. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам Высшая Сила советует, вам делать на протяжении февраля. Не сидеть в бездействии. Самое главное начинать какие-то действия. Самое главное чётко понимать, кто вы хотите рядом с вами, с кем вы хотите общаться и в какие отношения, на какой работе вы хотите быть. Здесь самое главное не сидеть. Вот просто начинать что-то, какие-то действия, какие-то шаги, какие-то цели себе ставить, да. Почему? Потому что, чтобы в будущем не было вот это пустотное депрессивное состояние, да. И для некоторых здесь, как совет, не сидите в ожидании какого-то человека, что из вашего прошлого напишет, да. Вот не нужно это ждать. Просто идите вперёд. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.